Понятие инклюзия не входит не только в практику работы дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, но и в сознание широкой общественности. Родители различных организаций, государственных структур, представители средств массовой информации. А на территории Крыма уже пять лет в действии проект «Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями». Первый на такой шаг пошла Симферопольская школа-лицей номер три. Инклюзивное образование – это система образования, которая предоставляет право детям с особыми образовательными потребностями, которые определенное время до реализации этой программы обучались либо индивидуально, либо в специальных учреждениях, то есть по профилю их болезни, присутствовать и получать образование в общеобразовательных школах по общим программам, так скажем, программам, которые предназначены для условно здоровых детей. В этой школе учатся дети с различными заболеваниями вместе с обычными детьми. Для этого есть все, в том числе и специальная комната психологической разгрузки. Здесь с каждым ребенком с особенными потребностями работает целый штат. Это и логопеды, и психологи, и даже введена новая должность – ассистент преподавателя. Это такие люди, которые всегда рядом с ребенком и помогают в той или иной ситуации. Они, как никто, понимают, что инклюзивное образование помогает здоровым детям быть более толерантными. Дети понимают, что в принципе с каждым может случиться что-то, что-то не очень приятное в жизни. И главное – это что рядом друзья, рядом люди, которые протянут руку. Дети понимают, что это здорово – помогать тем, кто в этом нуждается. По утверждению того, что эта программа работает и приносит плоды, в Симферополе на площади возле Дворца Пионеров состоялась всеукраинская акция «Равные права, разные возможности». Мы хотим привлечь внимание общественности на то, что это есть, потому что многие до сих пор сталкиваются с тем, что не знают, что такое инклюзивное образование. Мы хотим об этом рассказывать, мы хотим рассказывать, что есть такие дети, что есть успехи, что в этом году в Крыму пошло более 100 человек детей в школы, что обучаются, что есть продвижение, что все довольны. Для симферопольских школьников и простых прохожих организаторы устроили импровизированный концерт, в котором на одной сцене выступают здоровые дети и те, кому нужно проявлять особое внимание и заботу. Дети, которые не умеют, не слышат и не умеют высказывать свои мысли вслух, чтобы они могли передавать свои чувства, свои эмоции через пластику, через танец. То есть они выражают этим свои мысли, свои желания. Вот номер, который вы видели сегодня, он как раз и говорит о том, что обернитесь, протяните руку, мы здесь. В октябре 2010 года в Крыму был подписан меморандум по внедрению инклюзивного образования в школах. И теперь по всему полуострову дети с особенными потребностями смогут ходить в школу, иметь друзей и чувствовать себя полноценными. Павел Мершниченко, Евгений Луговской, Служба новостей и ТВ.